В череде мероприятий, посвященных Дню оружейника, на машиностроительном факультете состоялась региональная научно-практическая конференция. В работе конференции приняли участие представители руководства Акционерного общества концерн Калашников, Ижевского механического завода, конструкторского бюро ТехКрим, профессорско-преподавательский состав кафедры и студенты разных курсов. На кануне или в неделю, когда вся Россия празднует День оружейника, мы проводим большое мероприятие, которое очень важно для нас, для университета, для машиностроительного факультета, ну и, конечно, для кафедры. То есть это то мероприятие, которое позволит нашим студентам, первокурсникам, студентам других курсов узнать больше о кафедре, узнать больше об истории кафедры. И оно очень важно с той целью, чтобы мы не потеряли связь поколений. О важности связи поколений говорил и декан машиностроительного факультета профессор Брызгалов. Здесь бывал и Михаил Тимофеевич Калашников, с удовольствием читал лекции Евгений Федорович Драгунов. Я помню, что когда-то мы проводили мастер-классы, когда 10 ведущих специалистов в этой области тоже выступали перед студентами со своими разработками, со своими идеями и так далее. То есть все это не на пустом месте. Ветеран кафедры Николай Ежов презентовал новую книгу «Две эпохи стрелкового оружия». Ведущий специалист в области короткоствольного оружия Владимир Ярыгин выступил с докладом о специфике работы конструкторов-оружейников. За многолетний добросовестный труд старейший преподаватель и сотрудники кафедры были награждены почетными грамотами и знаками Союза оружейников. Студенты кафедры электротехники ИЖГТУ встретились с представителями руководства сетевой компании «Республика Татарстан». Компания, которая работает в соседнем регионе, она не заинтересована в подборе наших специалистов, квалифицированных. В последующем, после выхода, окончания университета, чтобы они трудоустраивались к ним. Встреча проводилась в формате «Вопрос-ответ». Студентов интересовали условия трудоустройства, характер работы и, конечно же, оплата труда. Мы рассматриваем специалистов индивидуально, по персональным и личностным качествам. Поэтому, как говорится, чем больше выбор, тем мы можем подобрать себе более квалифицированного или подготовленного специалиста. Поэтому мы не ограничиваемся своим регионом. Очень много у нас присутствует иногородних специалистов, которые переезжают на работу, а потом уже обосновываются и перевозят, допустим, даже если это с семьей, семьей. Руководство сетевой компании заверяет, что отобранные специалисты будут иметь серьезные преференции в оплате труда и создании бытовых условий, вплоть до компенсации аренды жилья сроком на один год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова